Все элементарные частицы, то есть все, из чего мы состоим, являются маленькими магнитиками, обладают магнитным моментом. Это и протон, и нейтрон, и электрон. Таким образом, все ядра, которые сложены из протонов и нейтронов, они могут иметь магнитный момент. Природа магнитного момента – это квантовая природа, но если ее попытаться более в классическом выражении проиллюстрировать, это похоже на поведение маленького вращающегося магнитика. Таким образом, если у нас нет внешнего магнитного поля, то он будет спокойно направлен, ориентирован в любую сторону. Как только мы прикладываем внешнее магнитное поле, то, как любой магнит, начинает чувствовать это магнитное поле. И если данный магнитный момент, соответственно, равен, спиновое число его равен, ну, одной, второй, то появляются два направления его преимущественной ориентации. Ну, как бы вверх и вниз по магнитному полю. Соответственно, может эта элементарная частица, например, тот же протон, переходить из одного положения в другое. Вот это вот изменение ориентации его относительно внешнего магнитного поля сопровождается поглощением или выделением кванта энергии. Энергия эта очень мала. Квант энергии лежит в области радиочастотных излучений. И именно вот эта малость энергии – это одно из неприятных свойств этого метода ядерного магнитного резонанса, о котором я говорю. Но, тем не менее, если мы посмотрим на ансамбль таких ядер, то есть на вещество, которое мы поместили в магнитное поле, то появляется достаточно большое количество магнитных моментов, направленных, скажем, вниз, направленных вверх, и между ними возникают переходы. Таким образом, мы можем регистрировать эти переходы и измерять определенные свойства. Значит, какие свойства, прежде всего, с этим связаны? Надо сказать о том, что, поскольку кванты этой энергии при переходе от одного уровня на другой зависит только от свойств данного магнитика, данного ядра и от величины внешнего магнитного поля, то, собственно, вот так называемая частота прицессии, или ламорова частота, она является фактором вот этих вот двух составляющих. Однако, на самом деле, магнитное поле, которое окружает то или иное ядро, оно не равно тому магнитному полю, которое мы приложили к нему, поместив, например, этот изучаемый объект в магнитное поле нашего спектрометра. Кроме внешнего магнитного поля, еще сюда нужно учесть локальные магнитные поля, которые наводятся, ну, например, экранированием движений электронов вокруг ядер, действием соседних ядер, таких же магнитиков, то есть они могут индуцировать какие-то локальные магнитные поля, ну и так далее. Таким образом, каждое ядро, находящееся, например, в разной части молекулы, имеет совершенно разное магнитное поле эффективное, которое окружает вот это ядро. И таким образом мы можем регистрировать так называемый спектр ядерного магнитного резонанса. Относительное положение, относительная резонансная частота выражается, как правило, в миллионных долях по отношению к величине внешнего магнитного поля, и она является довольно стабильной, постоянной величиной, не зависящей от величины этого внешнего магнитного поля, именно потому что это доли, а зависит только лишь от свойств экранирования вот этого внешнего магнитного поля. Итак, если мы рассматриваем какое-то химическое соединение, то в разных положениях, в разных заместителях находящихся, например, протоны, чувствует совершенно разное магнитное поле, и таким образом мы можем идентифицировать, например, сигнал протона ароматического остатка, сигнал протона какой-нибудь группы CH3 и так далее. И эта сама по себе информация чрезвычайно важна со структурной точки зрения. Но, как вот я сказал, что магнитные моменты вот этих ядер, они взаимодействуют друг с другом, появляется еще один пласт информации, которую мы можем извлекать. И это именно информация, которая связана со взаимодействием двух различных ядер друг с другом. Если, например, такое ядро взаимодействует посредством системы ковалентных электронов, системы электронов, то называется это непрямое взаимодействие, или так называемое спин-спиновое взаимодействие. Величины этих взаимодействий чрезвычайно чувствительны к геометрии молекулы, к электронным свойствам, то есть плотности, например, электронной окружающей те или иные ядра. И таким образом мы можем получить ряд очень важных структурных параметров уже взаимодействия. Кроме того, эти магнитные моменты, эти ядра, могут взаимодействовать просто через пространство. Это называется прямое диполь-дипольное взаимодействие. И, опять же, такого сорта взаимодействия чрезвычайно структурно информативно. Ну, например, это вектор взаимодействия двух ядер может дать нам информацию о пространственной сближенности, об ориентации вот этой пары взаимодействующих ядер по отношению к внешнему магнитному полю, ну и так далее. Таким образом, вот если мы снимаем спектр ядерно-магнитного резонанса некого соединения, мы можем получить очень подробную информацию о его строении. Если мы, например, уже способны померить расстояние межъядерное, а я говорю, что диполь-дипольное взаимодействие в прямую связано с этим межъядерным расстоянием, это уже фактически метод структурный. И, собственно, метод ЯМР, как метод определения структуры молекул появился в середине 20 века, в 40-х годах. И с тех пор, за очень короткое время, к середине 50-х годов, он стал одним из ключевых методов изучения, скажем, органических соединений. История метода ЯМР уходит немножечко дальше, где-то в 20-е годы. Но здесь нельзя, например, не упомянуть знаменитого ученого Паули, кто ввел понятие спинного квантового числа, впрямую связанного с свойствами магнитными, о которых я говорил. Но реальными первооткрывателями метода ЯМР в жидкостях являются Блох и Парсел. Ученые, американские ученые, которые получили Нобелевскую премию, если не ошибаюсь, в 50-е годы за открытие, которое они сделали в 45-46 годах. Следует при этом отметить, что наш соотечественник Евгений Константинович Завойский в 44-м году опубликовал работу по детектированию магнитного резонанса электрона. Электрон, как я в самом начале сказал, тоже обладает магнитным моментом, причем величина этого магнитного момента еще больше. И принципы метода ядерного магнитного резонанса и метода электронного парамагнитного резонанса, в общем, очень схожи. Но, к сожалению, по тем или иным причинам, скорее политического толка, работа Евгения Константиновича Завойского не была отмечена в Нобелевской премии, хотя, безусловно, он должен был бы войти в число тех людей, кто получил первую крупную Нобелевскую премию за открытие явления магнитного резонанса. Чуть раньше Исаак Раби получил Нобелевскую премию за работы, проведенные им в 30-х годах 20-го века, за открытие магнитных свойств ядер в газовых пучках. И фактически эти работы, они послужили таким импульсом для создания метода уже ЯМР в жидкости. В принципе, ЯМР очень богат на Нобелевские премии. Сейчас я затрудняюсь точное количество сказать. Это около 8 Нобелевских премий. Но нельзя, например, не отметить такие, как премия Ричарда Эрнсту, который создал методологию ЯМР, например, импульсной фурьей спетроскопии ЯМР, методы двумерной спетроскопии ЯМР. Такой ученый, как Курт Ветрих, швейцарский тоже коллега Ричарда Эрнста, который создал методологию изучения строения белковых молекул с помощью ядерно-магнитного резонанса и ряд других Нобелевских премий. Метод ЯМР после его создания начал активно использоваться для изучения, как я сказал, органических соединений. Но поскольку магнитные моменты присущи не только тем ядрам, которые входят в состав органических соединений, то есть протон, углерод, изотоп его 13, или, например, азот, изотоп 15, Н15, фактически вся периодическая система в той или иной степени охвачена теми или иными изотопами, обладающими стабильными. Причем изотопами этот метод совершенно не связан с ни с какими радиоактивными свойствами ядер, только с магнитными их свойствами. Почти каждый элемент периодической системы имеет те или иные изотопы, обладающие удобным для магнитного резонанса, ядерно-магнитного резонанса, магнитным моментом. И вскоре после освоения методик ЕМР для простых органических соединений, он начал активно применяться для изучения различных неорганических соединений, катализ, гетерогенные и так далее. Это те области, которые активно охвачены методом ядерно-магнитного резонанса. И в настоящее время метод ядерно-магнитного резонанса по большинству оценок, есть такой консенсус, является наиболее мощным физическим методом изучения соединений самой разной природы. Субтитры создавал DimaTorzok